Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем делиться с вами своим опытом из нашей практики. Сегодня мы поговорим про родителей детей аутистов, которые начали выздоравливать. В общем это не секрет, что мать больного ребенка очень часто посвящает этому ребенку всю свою жизнь. И живет собственно ради него, ради того, чтобы его вытащить. И наверное это где-то хорошо, наверное это оправдано природой. То есть вероятно в этом есть положительные моменты. Но к сожалению некоторые мамочки полностью теряют себя во время болезни ребенка. То есть они полностью забрасывают свою жизнь, они разучаются жить своей жизнью, теряют свои хобби, теряют друзей. Их мир весь сосредоточивается исключительно на этом ребенке. Они выпадают вообще из обычного мира и уже живут исключительно ради этого ребенка. Забывают вообще, что можно радоваться жизни просто так, можно общаться с друзьями, можно что-то делать. Это ни в коем случае не в упрек, это просто факты. То есть это наверное естественно, когда у человека больной ребенок, у женщины, то она посвящает ему себя. Но эта ситуация, она наверное хороша, пока ребенок болен. Но когда ребенок начинает выздоравливать, или даже просто его состояние вдруг резко улучшается, то ребенок перестает требовать всех материнских ресурсов. И вот тут-то вдруг оказывается, что есть проблема. У матери остается свободное время, и она просто вдруг не находит, чем его запомнить. Собственно, женщины, у которых есть профессия, которые не потеряли свои хобби, которые не потеряли своих друзей, у них все хорошо при этом. Они радуются, собственно, естественным образом, что вот они могут больше времени посвящать своей жизни, и возвращаются на работу, кто-то там открывает бизнес, кто-то еще что-то делает, в общем, кто-то осваивает новые профессии. Ну, в общем, как бы наступает нормальная жизнь. В общем, ребенок улучшается, и как бы мать спокойно продолжает жить уже своей жизнью. Но есть некоторая категория женщин, которые вдруг обнаруживают, что у них исчезает смысл жизни, что у них образовалось слишком много свободного времени, и что время – это просто нечем занять. И тоже, опять же, нельзя сказать, что это вопрек, это просто вот так. Женщина, которая, скажем, сколько-то лет жила исключительно вот одним, одной целью, и вдруг эта цель у нее исчезла. И женщины, например, у которых нет профессии, у которых нет каких-то увлечений, друзья они растеряли, они просто забывают, как жить нормальной жизнью. И хорошо, если тогда с такой женщиной рядом находится любящий муж, который внимательный, который понимает, что с ней происходит, и тогда он помогает ей вспомнить, снова научиться жить, обрести какие-то хобби. И, в общем, помогает ей вернуться в жизнь. А если такая женщина предоставлена самой себе, то иногда начинают происходить очень странные вещи. Ну, иногда даже страшные вещи, я бы сказала. Такие женщины начинают пытаться вернуть смысл в свою опустевшую жизнь. То есть раньше у них смыслом жизни был больной ребенок, который не имел своей личности, не имел своих желаний, который требовал от них занятости 24 часа в сутки. И вдруг это все исчезает. И тогда некоторые из них начинают возвращать ребенка к тому же состоянию, из которого он только что вышел. То есть, например, случай, с которым мы встречались, это прекращение кормления ребенка в достаточном количестве. Это работает в случаях с маленькими детьми. То есть ребенок истощается, и у него просто нет сил на то, чтобы как-то функционировать, на то, чтобы проявлять свое «я». То есть он остается больным, и можно, так сказать, матери продолжать сохранять его в качестве смысла жизни. Бывают варианты, когда ребенка кормят заведомо вредной для него пищей. Это работает, когда у ребенка есть какая-то непереносимость, например, лактозная непереносимость. Тогда тоже ребенок от этого страдает, и можно продолжать использовать его в качестве заполнения своей жизни, ну и страдать с ним вместе. Для более старших детей работают запугивания, манипуляции им с целью вызывания неврозов. И в общем, в таком случае цель тоже достигается, потому что ребенок очень привязан к матери. Если мать себя ведет как истеричная невротичка, то ребенок тоже невротизируется. Собственно, цель достигнута, снова есть больной ребенок. Есть еще всякие другие интересные методы, но их я уже не буду, так сказать, излагать, поскольку не хочу давать никому никаких идей. Поначалу мы смотрели на это как на удивительное явление, но в общем обнаружили, что время в времени это таки встречается. То есть, наверное, это тоже чем-то оправдано в природе. Мы как бы не будем в это особо вникать, нам это неинтересно. Недавно мы обнаружили, что есть еще одно интересное явление. Некоторые мамочки, у которых вдруг образовалось слишком много свободного времени, начинают стремиться к так называемому духовному развитию, духовному росту. Они начинают находить какие-то тренинги, начинают чистить карму, снимают грехи, планируют будущее ребенка, делают еще что-нибудь такое. Они находят людей, проводящих такие тренинги, или еще как-то там по-разному называется. В общем, тренинги эти, как правило, тренинги эти, как правило, построены по такому принципу. Сначала женщину чем-то завлекают, она берет базовый курс. Базовый курс обычно имеет какую-то фиксированную плату, в общем, не очень высокую. Курс этот может быть в виде вебинара, может быть в виде группового занятия, еще в какой-то форме. В общем, естественно, мы не тратили свое время на полное исследование. Просто, так сказать, на том материале, который подвернулся под руку. На этом курсе человеку обещают, что вот сейчас ему почистят карму, сейчас запланируют жизнь ребенка, и все будет прям вот замечательно, при условии, что он будет использовать какие-то методы. В общем, методы, естественно, варьируются. Ну, в общем, как бы тоже есть там разные варианты. После того, как человек проходит базовый курс, и через какое-то время понимает, что, в общем-то, ничего из обещанного не произошло, а у некоторых даже произошло что-то и вовсе отрицательное, то есть плохое, то этому человеку предлагают продвинутый курс, уже за большую сумму. И так, в общем, бесконечно. Причем сумма каждый раз растет, и, как правило, как бы те, кто этим занимаются, они выясняют, сколько человек может заплатить, и сумма, которую человек требует, она либо совпадает с тем, что он физически может заплатить, либо она чуть-чуть превышает этот уровень. Также предлагаются индивидуальные занятия или отработки. В общем, мы обратили внимание, что курсы строятся на двух базовых принципах. Собственно, принципы очень просты. Зацепить человека за какое-то, так сказать, деструктивное чувство и дать ему иллюзию того, что вот он получает, так сказать. То есть, например, если у человека есть стремление контролировать свою жизнь и жизнь своих близких, управлять, также есть желание, так сказать, власти, желание войны с кем-то, то есть какая-то внутренняя агрессия, то такому человеку говорят. Все отлично, ты сам Бог, ты все можешь. Силой своей мысли или там еще чем-то, такими-то практиками, ты можешь и вылечить своего ребенка, и распланировать полностью его жизнь, и стать властелином мира, и дойти пешком до Луны. И, в общем, короче, много чего обещается. Тут же обычно добавляется борьба с какими-нибудь темными силами, бесами, рептилоидами. В общем, там выбор очень широкий. Каждый, наверное, может воевать с кем хочет. И человек начинает ощущать, что он как бы востребован в этом мире, он нужен, он делает очень важное дело, там воюет, например, с бесами. Короче, он обретает чувство собственной значимости, обретает смысл своего существования. Естественно, все свободное время заполняется. То есть свободное время не остается уже даже на нормальные, так сказать, функции по обслуживанию ребенка, там по семейным делам. В общем, как бы это действительно вот такой вот, можно сказать, вынос из реальности. Если вдруг человек просыпается и понимает, что, собственно, ничего-то не изменилось, иногда изменилось, но даже в худшую сторону, то ему объясняют, что он сам виноват. Либо недостаточно энергии вложил, либо недостаточно денег заплатил, либо не те намерения использовал. То есть всегда есть причина, почему не получилось. То есть, например, идея там снятия болезни, с выпаривания болезни. В общем, в такие вещи можно играться и заиграться до полной потери связи с реальностью. Вторая распространенная схема – это игра на страхе и чувстве вины. Раньше когда-то цыганки таким промышляли. Когда в 90-е годы я уезжала из России, то как раз там эта схема уже вошла в широкое, так сказать, употребление. Ну, я тоже не буду вдаваться в подробности. На матерях это работает так. Их цепляют за их самый страшный страх. Что-то случится с их ребенком. То есть матерям рассказывают, то есть, ну, естественно, как-то входит с ними в контакт, как-то их зацепляют, а потом начинают им рассказывать про карму, про колдовцов в четвертом поколении, начинают запугивать и угрожать. Причем угрозы из серии, что вот мы в контакте там с душой твоего ребенка, и вот ты должна заплатить там тысячу долларов, а иначе вот мы видим, что у него там инвалидность, он будет лежачим, начиная с такого-то возраста, и до 18 лет погибнет. То есть цыгане, собственно, работали примерно так же. Это одна и та же схема. Избавиться от этого можно было, давши цыганке там все деньги, все драгоценности, короче, все, что есть в доме. Ну и здесь тоже называются довольно крупные суммы, причем каждый раз эти суммы, естественно, растут. Нам совершенно непонятно, например, почему этим не занимаются правоохранительные органы, потому что эта деятельность явно не подпадает ни под какую законную, и, в общем, честно говоря, является самым банальным рэкетом с использованием всяких технологий скрытого и не очень скрытого влияния. Если в конце этих курсов женщина все-таки не получила того, что ей обещали, то тут тоже все понятно. Всегда есть кого обвинить. Обвиняют либо ее, либо кого-нибудь еще, кого назначают на роль врага, который все испортил. То есть вот они вот все так здорово сделали и карму сняли, ну вот какая-нибудь там бабушка, понимаешь ли, что-то там она либо не то сказала, либо не то сделала, либо просто напрямую порчу навела. И в итоге, когда женщина выходит все-таки из всего вот этого, ну, собственно, когда деньги кончаются, она перестает быть интересной вот всем этим организаторам, а иногда как бы образуются даже немалые долги, то выходит она обычно с гигантским чувством вины, запуганная, иногда уже до галлюцинации и до психозов, невроз обязательно есть уже, иногда в глубочайшей депрессии, которая уже требует вмешательства психиатра и медикаментозного лечения, и, в общем, как бы ничего хорошего из этого не получается. Поэтому вопрос встает, как этого избежать. Мы тут сформулировали некоторые принципы, каким образом мать выздоравливающего ребенка может не попасть во все это. Ну, во-первых, мать должна уметь жить своей жизнью, то есть у нее должны быть какие-то интересы помимо ребенка. Потом, когда что-то предлагают, нужно трезво оценивать, что происходит. То есть трезво оценивать состояние своего ребенка. Если у него идут улучшения и идет развитие, значит, все хорошо, она на правильном пути. Нужно понимать, что отстающий в развитии ребенок не сравняется за минуту по развитию со своими сверстниками. То есть это не происходит по мгновению волшебной палочки. Это процесс. Развитие – это в любом случае процесс. Это занимает время и требует от родителей их активного участия. И поэтому нужно понимать, что если вам вдруг предложили курс, формулу, снятие программы, не знаю, какие еще есть варианты, отчего ребенок немедленно прям встанет, как все. Вот сейчас у него развитие было на полтора года, а ребенку восемь лет. И вот вдруг завтра по щелчку пальцев он вдруг стал восьмилетним. Так не бывает. Ребенок может догнать и многие дети догоняют, по крайней мере, те, которые у нас лечились. Но это опять же не происходит за один день. В общем, и надо понимать, что такие обещания – это, скорее всего, просто способ как-то развести вас на деньги, пользуясь ситуацией, и что это может быть опасно как для вас лично, так и для вашего ребенка и вообще для всей вашей семьи. Ну, и последний, и самый главный, на наш взгляд, метод. Важно, наверное, отметить, что в качестве замечательных примеров их деятельности очень часто выставляют наши... Так, тут Давид подсказывает, что часто вот в качестве примеров деятельности таких вот деятелей и выставляют примеры детей, которые проходили лечение у нас. То есть, это все равно, что пропить антибиотики при воспалении легких, а потом сказать, что вылечились, не знаю, там, наговорами и святой водой. Ну, поэтому, чтобы в это все не попадать, последний, на наш взгляд, главный критерий, что всякое исцеление, оно от Бога. Поэтому надо внимательно посмотреть вот на тех, кто зовет вас на этот, там, курс, тренинг, что там еще. И просто посмотрите на этих людей, каковы люди, прошедшие или проходящие вот эти вот курсы и программы. По людям и по их состоянию сразу видно, есть ли там что-то, и, так сказать, коротко выражаясь, есть ли в этом проекте Бог. Если люди, которые вас туда зовут, истеричны, агрессивны, пытаются вас запугать, вызывают у вас чувство вины, типа из серии, ну ты же для ребенка сделаешь все, ты же потом будешь жалеть, вот как же это твой ребенок, ты должна ради него вот-вот-вот все сделать, все с себя снять и все отдать. То это, как только вот это все проявляется, тут же нужно знать, это маркер, который показывает, что вам туда не надо. Это совсем не то, чего вы ждете. Будет совсем другое. И подводим итог. Вывод. Самодостаточность матери, ее способность жить нормальной жизнью, своей жизнью, не завязанной на ребенка, это необходимый фактор в благополучном выздоровлении ребенка и в благополучии всей ее семьи. А теперь всем хорошего дня. Желаю всем хорошего настроения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok